Проект выходит при поддержке группы компаний «Новый дом». С Верой в спорт. Добрый день, это программа «Сверой в спорт» у микрофона Вера Власова. О спорте номер один сегодня наша программа. Дело в том, что вместе со всей страной в Киров уже совсем скоро накроет волна футбольных баталий. И сегодня нашей студии инициаторы создания любительской футбольной лиги в Кировской области Павел Шахалиев, генеральный директор группы компаний «Новый дом», президент любительской футбольной лиги Кировской области. Здравствуйте, Павел Евгеньевич. Здравствуйте, уважаемые слушатели. А также Алексей Куклин, генеральный директор лиги. Добрый день, Алексей. Всем здравствуйте. Спасибо большое, что позвали нас сегодня в студию. Я надеюсь, что разговор будет интересным, и мы ответим на все ваши интересующие вопросы. Да, как правильно Алексей заметил, мы готовы отвечать на вопросы, поэтому, уважаемые слушатели, звоните, спрашивайте. Все, что касается любительской футбольной лиги, все, что касается футбола, сегодня наши гости на все ваши вопросы отвечают. Итак, совсем недавно в марте в нашей студии, также в программе «Северный спорт» был Евгений Алексеевич Душкин. И как раз он впервые на «Эхо Москвы» обозначил о том, что есть такая любительская футбольная лига в Кировской области. Собственно, поэтому мы вас сегодня пригласили. Расскажите, пожалуйста, для чего она была создана, для чего она была инициирована, какие цели лига имеет? Ну, лига была создана в прошлом году, то есть это федеральный проект любительской футбольной лиги России, то есть основное представительство лиги находится в городе Москва, которая сейчас проводит игры ЛФЛ Москвы. Также различные отделения данной лиги функционируют и в других регионах, такие как Нижний Новгород, Казань, ну и другие регионы, то есть активно набирают движение любительского футбола, соответственно, это все объединяется в единую систему. И мы благодаря коммуникациям и участиям в данных федеральных проектах, потому что футбол мы развиваем и участвуем в нем, и наша компания, и у нас создана своя команда в любительской футбольной лиге российской, которая называется «Новый дом». Вот мы познакомились с организаторами и открыли, соответственно, любительскую футбольную лигу здесь у нас в регионе. И, как показал прошлогодний такой вводный пробный сезон, заявилось очень большое количество команд, был большой общественный и социальный отклик на данную работу в этом направлении. Ну и мы в этом году уже выходим с полноформатным крупным областным турниром, в котором примут участие более 60 команд. У нас три лиги запланировано, взрослых, также детская лига, женская футбольная лига, это больше тысячи матчей и охват более полутора тысяч участников. То есть это глобальный турнир, который пройдет у нас с мая по октябрь месяц этого года. Основные задачи мы ставим перед собой, действительно, это популяризация любительского спорта, выход его на более качественный уровень, чтобы, соответственно, мы получали отдачу и люди, которые участвуют в данном турнире, от того, что можно есть возможность выйти из двора, создать свою команду и играть на высоком качественном уровне в любительский футбол. У ребят и у взрослых, и у детей. Да, чтобы был стимул развиваться, двигаться вперед и получать качественную среду, в которой они имеют возможность общаться, развиваться. Это не просто даже какая-то лига или какие-то соревнования, это уже такой клуб людей по интересам, где у нас существует уже такая своя и неформальная среда, где люди активно общаются, проводят какие-то мероприятия. Но мы об этом еще чуть позже расскажем. Да, мы попозже расскажем. То есть основные моменты вот такие, это, конечно, развитие спорта в регионе, особенно любительского спорта, так как сейчас вообще курс правительства, именно федерального направлен на развитие в области спорта, то есть именно на развитие массового спорта. И при том, что действительно у нас в регионе профессиональный спорт, особенно футбол, испытывает определенные проблемы, надо начать с того, что действительно двигаться в области развития массового спорта. Павел Евгеньевич, а Вы говорили за эфиром о том, что такая любительская организация, как любительская футбольная лига, это явление исключительно российское, что в других странах такого не замечено. Это правда? Ну да. То есть у нас в России проходит даже чемпионат мира среди любительских команд, и он проходит в Москве. Значит, и на этот кубок в мае приезжают команды с разных стран, и в диалогах, и в обмене опытом проведения турниров любительского футбола действительно все удивляются, насколько качественно и насколько развито это представлено в нашей стране. Потому что как-то в других странах больше внимания уделяется профессиональным направлениям, а массовый спорт, он как бы такой, как бы как раз такого дворового формата. У нас сейчас вот это, ну, такое новаторство определенное здесь. Очень положительное нужно отметить. Очень положительное, да. Большой вопрос был связан с тем, вот как Вы правильно отметили, что задачи ставят перед собой правительство и Российской Федерации, в частности, и задачи Министерства спорта. Здесь, в Кировской области, популяризация спорта, вовлечение молодежи, вовлечение любительского спорта и вовведение его на новый, скажем так, уровень. В связи с этим возникает вопрос. О взаимодействии подобных любительских организаций с официальными структурами, такими как Федерация. Да, Алексей, насколько я понимаю, Вы являетесь сейчас членом Федерации футбола, да, Кировской области, расскажите. Да, я являюсь членом Совета Федерации Кировского футбола. Недавно буквально был совет, меня приняли туда. Что хотелось бы сказать? Во-первых, я бы хотел Павла дополнить немножечко, что это на самом деле не только общая российская лига, но и общая мировая. Потому что в том году, например, приезжала команда «Лацио» на межконтинальный кубок. Например, общая база футбольная. То есть есть футболисты «Лацио» в формате 11 на 11, есть мини-футбольная команда «Лацио», и есть любительская команда «Лацио», но все они существуют на одной базе. То есть те игроки «Лацио», которые уже некоторые закончили свою карьеру, они приехали в том году на межконтинальный кубок и играли за любительскую команду. Понятно, что возраст игроков был порядка 40 лет, но тем не менее это все бывшие игроки «Лацио» формата 11 на 11. И наши сборная России, не забываем, что чемпионы Европы в этом формате, в любительском формате. Понятно, что за нашу сборную России играют опять же все бывшие футболисты, это Евгений Алдонин, Алексей Смертин, Широков и так далее. Но по факту этот формат, он очень сильно развивается на всей территории России, в Кирове в том числе. И в том году организация чемпионата ЛФЛ Кировской области заняла твердое третье место по всей России. То есть мы обогнали такие регионы, как Казань, Ижевск и Пермь. То есть, по сути дела, уступили только Санкт-Петербург и Москве, но это лишь из-за численности команд, потому что в том году у нас не было ни дивизионов, у нас был один дивизион общий, 17 команд. В этом году уже ситуация кардинальным образом изменилась, и мы сделали глобальный шаг вперед вообще в плане развития этой лиги и открыли и женскую, и детскую лигу. Вот это все, что я бы хотел дополнить к словам Павла Евгеньевича. Что касается нашего сотрудничества с областной федерацией футбола, как я уже сказал, недавно я стал членом Совета Федерации, мы намерены встать в общий календарный план, что это нам даст. Это нам даст, что лига ЛФЛ будет официальной лигой Кировской области, так же, как и чемпионат города или чемпионат области в формате 11 на 11. Соответственно, команды и тренера с дюшор детских спортивных школ смогут просто без проблем заявляться на наш турнир, получая за это зарплату, и, соответственно, дети будут получать за победы различные разряды, если они куда-то там на уровень России уже поедут. Вот. Мы надеемся, что это все получится у нас, и ЛФЛ станет таки официальным турниром при области. То есть здесь исключается не только конкуренция, но вместе с тем вы взращиваете такие вот отличные отношения, что вы дополняете Федерацию, а Федерация позволяет вам обрести официальный статус, правильно я понимаю? Немножечко не так. Не мы дополняем Федерацию, а Федерация дополняет нас. Сейчас объясню, по какой причине. Дело все в том, что уровень организации любительской футбольной лиги намного выше на данный момент, чем уровень организации областного чипната. То есть это мы идем на помощь, а не нам. И это мы будем принимать различные решения в будущем, и мы им будем помогать в плане организации. Вот это четко нужно понять и разъяснить. Это никакой не секрет. На встречах с Федерацией мы это досконально обсудили. И они понимают, что да, мы большими темпами набираем обороты, а они стоят на месте на протяжении нескольких лет. В чем разница в организации? Это в группе людей, которые занимаются организацией. У нас есть сплоченная команда, сплоченный коллектив, люди, которые каждый делают свою работу. К сожалению, сейчас в Совете Федерации таких людей я не наблюдаю. Но мы будем пытаться что-то сделать, пытаться пойти общими силами на развитие футбола в области. Да, я хотел бы немножко тоже в эту тему продолжить и дополнить. У нас четкое было всегда понимание, что мы не должны идти каким-то параллельным курсом, мы должны решать общие задачи, которые стоят в целом в регионе по развитию футбола и спорта в более масштабном его представлении. У нас нет никаких интересов, каких-то желаний плести какие-то кадровые, еще какие-то интриги за счет того, что мы организуем. То есть наша задача выдавать качественный продукт на этом рынке для аудитории, соответственно, для простых людей, кто участвует в этом проекте. Дать для Федерации, скажем так, определенного рода площадку, благодаря которой они могли бы и опыт наработать, именно организации турниров более высокого качества. То есть это с позиции финансово-хозяйственной деятельности, так и представительской, и вообще в целом мы должны понимать, что любой спорт подразумевает собой, он же не для себя проводится, для участников соревнований, должны приходить зрители. Это должны быть мероприятия, которые будут интересны в рамках города. То есть вот как мы планируем, допустим, открытие турнира, мы хотим, чтобы это было городское мероприятие. И в принципе футбол раньше в лучшие годы свои в Кировской области, какие-то знаковые матчи чемпионата области или матчи, когда играла в футбольный клуб «Динамо», они были культурным событием, на которое шли люди, как в театр, в кино или на еще какое-то мероприятие. Мы хотим вернуть благодаря совместной работе интерес к футболу в области в целом, привнести зрелищность, привнести качество организации. И, соответственно, объединив усилия, двигаться в вопросах развития спорта в регионе. Потому что, я думаю, это интерес не только нас, но и чиновников, и Федерации футбола. Напомню, что номер телефона прямого эфира 211-101. Ваши вопросы с удовольствием выслушают. И на них ответит Павел Шахалей, генеральный директор группы компании «Новый дом», президент любительской футбольной лиги Кировской области, и Алексей Куклин, генеральный директор лиги. Давайте перейдем непосредственно к чемпионату, который организуется. Вот уже меньше, чем через месяц произойдет его открытие, 2 мая, куда мы всех приглашаем в первую очередь на открытие. В прошлом году, в 2017 году, как я поняла, впервые произошел чемпионат, случился чемпионат в Кировской области лиги. Расскажите, как это произошло, какой опыт положительный или отрицательный вы из него извлекли? Официальный чемпионат ЛФЛ Кировской области в том году, да, на самом деле проводился впервые. Два года до этого проводились два неофициальных пробных чемпионата, чтобы понять, как это все работает. И в том году мы провели чемпионат в один круг. То есть это был не как в этом году, полноценный чемпионат с перерывами. Было 17 команд, которые начали свое участие в конце августа. В октябре чемпионат закончился. Мы провели хорошее открытие, хорошее закрытие чемпионата. В принципе, никаких нюансов со знаком минус не было. То есть организация у нас была на самом высшем уровне, повторяюсь. Но мы сделали большущий скачок вперед по организации в этом году. Это главным образом выявлено с тем, что мы привозим определенных звезд на открытие чемпионата. Это Кирилл Дементьев и Александр Панов. Они у нас будут на открытии. То есть Кирилл Дементьев еще две недели назад комментировал матч «Россия-Бразилия». А 2 мая он будет комментировать матч между футбольным клубом «Вектор» и «Литобувью». Это команда, которая заняла первое и второе место, соответственно, по исходу того чемпионата. Но Александр Панов является директором общероссийской лиги детской ЛФЛ. То есть он называется сокращенно ДЛФЛ. Он к нам приедет. Детишки смогут с ним сфотографироваться. Он приведет небольшой мастер-класс. И он будет видеть матч-открытие именно детской лиги. Поэтому набор детских команд еще все продолжается. Поэтому мы призываем, если у вас, например, команда, которая хорошо играет на уровне школы, например, мы все равно ждем. Мы определим в какую-то возрастную категорию их. И они будут в замечательной организации играть на стадионе «Динамо», получать за это отличные призы, дабы у нас в этом году партнеров хватает. И с пустыми руками, поверьте, никто не уйдет. Потому что мы будем постоянно награждать лучших футболистов, лучших футболисток, ну и лучших футболистов в первом, втором, третьем дивизионах. И не забываем, что самый крупный призовой фонд – это именно в ЛФЛ. В этом году, то есть в Кирове еще такого не было. Чемпион получит порядка 40 тысяч рублей без каких-то там других призов. То есть 40 тысяч рублей плюс различные призы. Да, это как бы такого в Кирове, я не помню, что бы было. Это в первом дивизионе, во втором также будет существенный призовой фонд, да и в третьем тоже будет существенный призовой фонд. То есть, в принципе, мы такими скачками идем вперед в плане развития ЛФЛа. И я призываю всех просто прийти 2 мая, посмотреть, как это все будет, потому что это на самом деле будет на уровне. Помимо этого, 2 мая мы будем награждать наших ветеранов футбола. То есть такого тоже не было. Мы о них не забыли, мы о них помним. Мы хотим, чтобы они были представлены к определенным родам наградам. То есть мы их будем награждать прямо на стадионе. Скопление такое в одном месте, стольких людей, которые сделали большой вклад в развитие футбола в Кировской области, я тоже такого не помню. То есть это будет порядка 30 человек, которые всю жизнь отдали футболу. Все это зрители и команды увидят 2 мая на стадионе «Динамо». Начало в 12.30. И потом уже все пойдет по нарастающей. Трансляция, например, в час с комментарием опять же Кирилла Дементьева. На «Девятка ТВ». Да, на «Девятка ТВ». Это наш партнер. То есть спасибо им большое. Они освещают наши матчи по выходным. То есть матчи центрального тура любительской футбольной лиги. Они освещаются. И в том году они уже были освещены именно на «Девятке ТВ». Помимо этого у нас не забываем, что запускается передача. Она уже запущена. Первый выпуск программы «Футбольный уикенд» мы уже отписали. Это тоже на «Девятка». Это пока не на «Девятка». Это в формате Ютуба. У нас есть отдельный ЛФЛ-канал. Но в будущем мы этот проект, конечно же, будем показывать и на «Девятке ТВ». Потому что проект, опять же, для Кирова впервые такое. Никакой футбольно-аналитической программы в Кирове еще не было. У нас она запущена. Сейчас идет работа над вторым выпуском. И примерно с временным диапазоном раз в три недели мы будем выходить в эфир. Очень все интересно. В принципе, посмотрите. Это у нас выложено и на Ютубе, и ВКонтакте. Везде ссылочки есть. Да, ну, конечно, мы затронули тему такой корпоративной, скажем, этики по ЛФЛ, культуры, организации общих досуговых мероприятий для членов Лиги. Давайте уж расскажем о том, что еще подразумевается для членов Лиги. Как вообще войти в Лигу, как стать ее участником? Какими качествами нужно обладать, какими способностями? Ну, вот в чем прелесть этой Лиги? В том, что ее участником может стать абсолютно любой. Это всегда во всех каких-то мероприятиях, которые проводятся на качественном уровне, есть какой-то критерий отбора туда. У нас критерий один – это только желание команды в количественном плане, чтобы имелась заявка, набиралась, и желание участвовать в турнире. То есть это те люди, которые на сегодняшний день играют во дворе в футбол, снимают стадион ради тренировки. Мы даем им возможность участвовать в регулярном официальном чемпионате. То есть мы слышали в том году очень много положительных отзывов от тех, кто еженедельно просто ходил на этот же «Динамо» просто пинать мяч. Они уже на протяжении этого периода, когда проходит чемпионат, не приходят на «Динамо» пинать мяч, а играют в форме в официальных матчах любительского футбольной лиги по вторникам, допустим, и воскресеньям. То есть для людей это своего рода такой интерес, это какой-то новый уровень, поиск себя. Это же люди работающие в основном, то есть для них это и отдых от работы, и новые эмоции. И в том плане, что участие, оно практически ничего не стоит, это копеечные взносы, и люди фактически оплачивают небольшую часть аренды поля за счет взноса с игры и работу судей, к примеру, профессиональной. И в итоге это получается ровно столько же, сколько бы они оплатили просто в свое время на этом же поле, которое они арендуют. То есть мы все рассчитываем из бюджета, там 150 рублей с человека, люди имеют возможность играть в официальных матчей LFL. Да, получая кучу эмоций. Да, кучу эмоций. То есть мы это на своей команде и на своей, так скажем, шкуре проверили уже, потому что мы в любительском футболе своей командой уже на протяжении четвертого года. Попробованы на себе что-то. Да, то есть это незабываемые эмоции, это максимально сплотило коллектив друзей, которые раньше разрозненно как-то так мы общались. То есть это объединило нас в какой-то форме, и мы сейчас вплоть от каких-то совместных мероприятий, заканчивая какими-то неформальными общениями, встречами, ну это своего рода на самом деле, вот это все LFL. И задача наша, чтобы вот эту среду внести как бы в целом в любительскую лигу, чтобы команды внутри себя имели уже такой сколоченный костяк лиц, которые и дружат, и проводят совместно время, потому что это не какой-то глобальный спорт, это качественный досуг. Досуг, который связан не с теми вариантами, которые диктуют наши реалии, это там сходить в ресторан или там, не знаю, попить пиво с друзьями. Мы предлагаем абсолютно другую альтернативу, это здоровый образ жизни, это прийти, поиграть в футбол, провести там отличный час-полтора на стадионе и получить незабываемый заряд как бы эмоций. Поэтому мы и в этом году максимально развиваем именно внутреннюю среду лиги, чтобы это было не просто дежурный матч, а сообщество и неформальный круг общения. То есть мы подключаем и заведения нашего города, которые активно идут на то, чтобы стать нашими партнерами. То есть там появилось у нас свое место дислокации, где еженедельно будут проходить мероприятия, связанные с тусовочным, так скажем, форматом лиги, то есть где команды могут неформально пообщаться, значит, так же планируется у нас... Но это для взрослых, да, будет? Конечно, конечно, да, да, да. А для детей что-нибудь будет у вас? Да, для детей я бы хотел сказать, просто пока еще информация не была выложена. Вчера у нас была встреча с директорами нашего молочного комбината, всем известного. Будем надеяться, что дети будут все лето кушать мороженое после хлада комбината. Надеюсь, что это получится. Набегавшись, выложившись, спокойненько устроиться на казино. Да, что еще детям нужно? Поиграть, получить какие-то, опять же, хорошие эмоции и получить за это еще что-то после, чтобы идти домой вместе с родителями и кушать что-то, например, вкусное. К примеру, также лучшие игроки будут вознаграждены билетами в кино. Это тоже немаловажно. Ну и различные батутные парки также и будут являться нашими партнерами. То есть досуг помимо футбола мы детям создадим. То есть они на самом деле будут вознаграждены по полной программе. Также не забывайте, что мы сейчас сделали такой ход. Лучшие игроки детской лиги имеют возможность поехать в Англию, в Манчестер-Сити на просмотр. Это двухнедельный лагерь с углубленным изучением английского языка. То есть наш уроженец Кирова поехал после нескольких лет в ДЮС-ША-5. Бывшим директором ДЮС-ША-5 был ваш гость Евгений Алексеевич Душкин. Он уехал туда, открыв школу мини-футбольную в Манчестер-Сити. И сейчас мы с ним подписали договор, что лучшие игроки смогут туда ехать. То есть ребенка можно к нам приводить, еще раз говорю, отдавать в какую-то команду, кто вот у нас заявлен, и пускай ребенок показывает, на что он способен, а потом едет спокойно в Англию. Так, давайте об этом поподробнее. Потому что детская тема очень интересна, уверена, многим нашим слушателям. Лучшие игроки, вы сказали, дети, поедут в Англию, в Манчестер-Сити. Как будут выбираться лучшие игроки? Кто это решает? Это, само собой, будет решать наша федерация ЛФЛ. То есть у нас несколько человек, это Павел Евгеньевич, я и еще несколько людей, кто делает все это, весь процесс. Вот, значит, мы отбираем людей. Понятно, что все это мы оплатить сами не можем, да, это естественно, потому что когда я там в детстве занимался футболом, на областные деньги это все тяжело было сделать. Грубо говоря, если есть возможность, ты едешь куда-то. Здесь, в принципе, ситуация такая же, мы чем можем, будем помогать. Но для ребенка поехать в двухнедельный лагерь, поучить английский язык, показать свое мастерство и пообщаться с людьми, с детьми из других стран, я думаю, что это большущий вообще задел на будущее, это эмоции на всю жизнь. На всю жизнь, совершенно верно. Возраст детей, которые могут принимать участие, вот именно такого рода отборья? Ну, понятно, что мы набираем детей от шести лет, но в шесть лет, как такого понятия, да, это еще складывается, только понимание футбола, это не секрет, поэтому там примерно с двенадцати лет дети там могут поехать, когда уже начинается формирование футбольное, когда уже есть чему научить человека и чтобы он принял какие-то азы определенные. С двенадцати лет, то есть люди туда могут поехать, дети. Замечательно. То есть это очень интересная, на самом деле, тема, и это впервые, опять же, в Кирове. А сколько одного мероприятия может поехать детей, то есть за сезон? В принципе, это хоть сколько, то есть тут проблем с этим нет, нам никакие рамки в этом плане не обговаривались. Опять же, все дело финансирования, то есть тут уже будет все это на плечах родителей, ну и еще раз говорю, мы чем можем, будем помогать, партнеры наши тоже. А так мы нацелены на то, чтобы любительская футбольная лига, опять же, выращивала наше молодое поколение, да, то есть любительская футбольная лига такой плацдарм для большого футбола, как ни крути, потому что наши дети, вот кто участвует в любительской футбольной лиге, если они становятся чемпионом города в своем возрастном, как бы, да, в своей возрастной группе, они поедут на чемпионат России в Москву. Соответственно, там их также точно могут увидеть и пригласить уже в какой-то интернат, например, и так далее. То есть, еще раз говорю, это не просто какой-то турнир за грамоту, это на самом деле общероссийская лига с перспективой уехать в какой-то интернат или в какую-то команду. Вот и все. Как раз к этому и хочется вести, продолжить разговор тем, что в Кирове трудности сейчас, как вы отметили, с большим футболом, большие проблемы с официальной командой футбольной города Кирова, Кировской области. Как лига и конкретные данные чемпионата, о которых мы сегодня говорим, может повлиять на данную ситуацию? Возможно ли, что благодаря лиге из этих ребят, взрослых, может быть, ребят-юноши, сложится впоследствии команда, которая достойнейшим образом будет представлять Кировскую область? Ну, это сейчас очень наболевший вопрос. И вот лично мое мнение о том, что здесь начинать надо с самого начала, это с молодежи, которую мы воспитываем. То есть, команду в любом случае будут формировать в будущем. Это те ребята, которые сейчас тренируются, играют, которые замотивированы играть. То есть, вот яркий пример, допустим, хоккейный клуб Родина, где в профессиональном плане в этом году, откровенно говоря, не получилось выступить нормально. Но ребята, благодаря качеству и уровню подготовки в школе, вот так вот этой хоккейной, скажем так, нашей, выступили очень достойно. Это о чем говорит, что вся система должна быть рассчитана, чтобы развивалась она снизу. Вот и мы ставим перед собой задачу, это объединить сейчас очень много коммерческих школ, которые сейчас проводят обучение детей футболу. И как мы видим, то, что у них достаточно большой срез детей занимается, это говорит о том, что родители готовы вкладывать в развитие детей. То есть, это не просто, как раньше было, Дюсша, которая там несколько по городу, и вот больше непонятно где. Вот мы сейчас и хотим в формате ЛФЛ объединить, скажем так, заинтересованных лиц в развитии детского футбола, как официальная спортивная школа, ну, муниципальная, да, так и коммерческая, чтобы дети могли понимать, что эта среда абсолютно одинаковая. То есть, мы даем площадку, на которой дети могут развиваться. Тем более, большинство турниров, которые проводятся детских, они идут в формате таком мини-футбольном. То есть, у нас есть формат, который 8 на 8, это формат, который приближен максимально к будущему, к развитию, к большим матчам 11 на 11. Соответственно, сформировав эту площадку, да, на которой будут расти и развиваться молодые игроки, где будут иметь дополнительную практику игроки, которые играют на чемпионате области, то есть, для них это тоже очень большой опыт, очень большая практика. Мы, в целом, развивая интерес к этому виду спорта в нашем регионе, уже должны откликнуться какие-то и организации, и спонсоры, которые будут иметь интерес поддерживать футбол, так как видеть его перспективу, перспективу молодежи, перспективу развития и появления уже на абсолютно новой основе. Не на таких принципах существования, как существовала раньше «Динамо», а на новых принципах развития, новую команду, в которую действительно можно было бы и что-то вкладывать, потому что это имело бы отдачу. Потому что бессмысленно вкладывать то, что не несет никакого смысла, не несет никакой отдачи, и зачем плестись в хвосте турнирной таблицы и делать что-то для галочки. Мы должны ставить глобальную задачу, двигаться вперед. Да, мы должны понимать, что там для этого есть какой-то бюджет необходим, но это, поверьте мне, если этим вопросом заниматься, все вопросы решаемы. То есть, мы это на своем опыте прошли, что с нуля можно делать, и делать это не просто как какой-то убыточный проект, так скажем, дотационный. Это проект, который имеет четкую хозяйственную структуру, любительская футбольная лига, к примеру, и такой же хозяйственной структурой, не убыточным проектом может быть и футбольная команда. Вопрос подходов. И должна быть. Да, это должна быть. То есть, это вопрос подходов к этому делу и формированию базы, на чем она будет базироваться. Мы готовы, мы стараемся и будем ставить цель в любом случае, это в будущем, это появление в нашем регионе действительно командой, за которую было бы не стыдно и которая бы объединила в себе, вот поверьте, именно своих талантливых игроков. Нам не нужны непонятные люди из других регионов, которые иногда были и в Динамо, которые имеют сравнительный уровень, и в зале, потому что вроде как бы некого было бы здесь взять. А проблема-то почему некого было? Потому что уровень подготовки в спортшколах, увы, но в Кировской области, он невысокий. И мы должны сейчас объединить эти усилия именно по развитию детского футбола. В спортшколах, извините, имеете в виду в США или в частных? Или там и там? Частная школа, это немного другая. Да, это другая направленность, это больше развитие, а именно за счет того, что материальная база, объективно-тренировочная, там достаточно проблемная. То есть у нас, во-первых, нет нормального тренировочного инвентаря, уже современного под новый стандарт. У нас нет даже площадки нормальные, где можно будет тренироваться. Нет крытого манежа, в котором можно на траве тренироваться круглый год. И если даже не говорить о манеже, посмотрите, какого качества у нас поля. То есть те поля, которые область получила там 3-4 года назад искусственные, они сейчас уже... За ними ухаживают. Да, за ними необходим уход, это же затраты. И сейчас они в очень печальном состоянии, начиная от стадиона «Россия», там в Новоавиатске, где в свое время играла «Динамо», заканчивая там другими полями. То есть мы видим сейчас, что действительно там единственный стадион, который отвечает требованиям, это «Динамо», на котором можно качественно проводить матчи. Но это и самый дорогой стадион, и это стадион не муниципальный или областной. Это ведомственный стадион, который работает полностью в коммерческом режиме, с которым нужно договариваться о чем-то еще. То есть это о чем говорит, что понятно, у спортшкол нет возможности потреблять качественное поле, к примеру. Соответственно, и тренировочный процесс здесь создает определенного рода проблемы. Поэтому мы должны начать с того, что сформировав среду, то есть это организационную форму, мы должны материально-техническую базу все-таки развивать в регионе. И у нас есть четкая стратегия и понимание, мы с министром спорта на эту тему встречались. И я надеюсь, что мы это все оформим какой-то концепцией развития любительского футбола и вообще футбола в регионе, который будет подразумевать себя как развитие организационное, так и материально-техническое. То есть у нас сейчас выработано понимание, в каких формах мы можем это делать. И эти формы, они абсолютно обоюдно выгодны, когда и инвестор, и, скажем так, государственные структуры получают то, что хотят. Соответственно, вот мы в этом направлении двигаемся. Это замечательно на самом деле, что сейчас организации и бизнес подключаются к реализации конкретных задач, конкретных целей. В частности, вот то, что мы сегодня обозначили, организации новых площадок, организации единого сообщества футболистов с целью, во-первых, прекрасного досуга, эффективного, продуктивного досуга и впоследствии организации команды, которая будет представлять Киров, Кировскую область на соревнованиях. Да, я бы хотел еще дополнить, что один из самых ярких примеров, как из ЛФЛ попасть в большой футбол, является украинский полузащитник Зинченко. То есть он начинал в ЛФЛ, а потом попал в одну из команд в премьер-лиге и потом сразу очутился, опять же, в Манчестер-Сити. Поэтому все это возможно. Просмотр игроков в ЛФЛ уже идет не один сезон в Москве и в других крупных городах. Еще раз говорю, до нас это все просто доходит всегда с небольшим заторможением. Но мы будем стремиться к уровню, опять же, Москвы и Санкт-Петербурга, где люди из ЛФЛ попадают в более крупные команды в уже российской премьер-лиге. И вот хотелось бы немножко тоже сейчас продолжить вот эту тему, сказать, что мы в этом году от любительской футбольной лиги Кировской области отправляем в Москву на межконтинентальный кубок две команды. Футбольная – это самое большое представительство региональное, то есть это победители прошлогоднего турнира. То есть в другие регионы такое количество команд не отправляют? Это происходит по личному приглашению руководителей лиги Московской. Соответственно, мы отправляем команду, которая заняла первое место, и едет команда вот наша. Мы уже второй сезон едем. То есть там есть возможность у всех проявить себя, потому что в команде «Вектор», которая в том году заняла первое место, очень высокого уровня, ребята играют. Поэтому я думаю, что перспективы там колоссальны. Да, и хотелось бы сказать последнее. Вот насчет этого кубка межконтинального, как это развивается. В том году было 64 команды, в этом 142 со всего мира команды. Представляете, то есть как идет развитие ЛФЛ по всему миру. Очень интересно, на самом деле, туда было съездить. И в том году, если у нас, мягко говоря, не получилось, потому что вкатывались мы сезон только там, в Москве начали, из-за того, что у нас нет манежа никаких. Мы с мини-футбола переходим на, грубо говоря, большой футбол. Это очень тяжело. В общем, это на самом деле, как Павел сказал, впервые в Кирове такое представительство на таком турнире. Ну что, последние секунды эфира у нас остаются. Еще раз отметим, что 2 мая. Во сколько? 2 мая с 12 часов уже сбор гостей. Да, все начнется на стадионе «Динамо». Да, Кирилл Дементьев, Александр Панов. Вас будут ждать фотосессия без проблем. Мы со всеми пообщаемся. Приходите. Ожидаем полный стадион «Динамо» впервые на «Динамо» за столько лет. Вход бесплатный. Конечно, вход бесплатный. Мы приглашаем огромное представительство как ветеранов, так и мы приглашаем на открытие и представители органов власти, чтобы они лично могли убедиться, как это все хозяйство проходит. Поэтому всех ждем 2 мая. Возрастное ограничение давайте еще поговорим. Для участников это 6+, насколько я понимаю. 6+, для зрителей? Хоть сколько вам лет. Приходите, мы всем будем рады. Еще раз говорю, что набор что в женскую лигу, что в детскую. Еще все продолжается. Но в 1, 2, 3 дивизионы уже команды давно набраны. Куда обращаться? Обращаться? У нас есть официальная страница ВКонтакте, ее легко найти. ЛФЛ Киров просто можно вводить, да, и там наша группа будет сразу вылазить. Поэтому обращайтесь, телефоны везде указаны. Мы на связь выйдем, все расскажем, встретимся. Ну, с удовольствием мы идем на контакт с любыми. Ну, и также с нашими различными партнерами мы тоже на контакты идем и призываем помогать развитию детского, женского и просто футбола в Кировской области. Да, мы тоже поддерживаем. Итак, говорили сегодня в программе сферы спорта футболе, его развития, футбольные лиги о чемпионате предстоящем, который стартует еще раз 2 мая. В гостях у нас были инициаторы создания футбольной лиги любительской Кировской области Павел Шахалиев, генеральный директор группы компании «Новый дом», президент любительской футбольной лиги Кировской области и Алексей Куклин, генеральный директор любительской футбольной лиги Кировской области. Спасибо, господа. Ждем вас еще. Спасибо вам. Надеемся, что не в последний раз вы нас позвали. Мы только с радостью будем приходить. Да. Всем спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. С верой в спорт.